Итак, всем привет, мы продолжаем походить от унта Кэстову Финштайн. Да, я знаю, что, наверное, многие думают, что слепошая часть вышла весьма короткой. Я сам только понял, что она весьма короткая, когда посмотрел, сколько это всё вышло. Блин! Твою маму! Зашибись. Санва бич. Да, иди сюда. Чё, от неудачно как-то вышел. Ну ладно. Так что, в общем, да, постараемся эту часть более продолжительную сделать. Возвестив, так скажем, повышенную часть. Да, которая весьма коротенькая была, ну ладно. Тут у нас всё хорошее, вкусное лежит. Ух, е... Блин! Йо! Копец. Так, тут ещё снайпер где-то был. Так, как бы туда попасть, может, по лестнице... А, да, там лестницу вижу. Так, с грушаком ходить не будем, может, по-моему, то нет, нас заметили, в принципе. На. Так, откуда пулеметная очередь? Тут где-то снайпер был, вроде бы. Или это всё где-то вдалеке. Просто звуковые эффекты. Не знаю. Так. Короче, давайте-ка спустимся. И посмотрим, чё тут твое... Эй, ёкалный бабай. Ну ё, чё-то они потрепали, конечно. Неудешно вышел. Некоторые ещё с базуками ходят. Это вообще какой-то финиш. В чём такой кайф ходить с одной базукой? Я не знаю. Потеря, конечно, геймовый, но... Атакет базуки весьма... Скотина. Весьма легко уклониться. При желании с науки. А в остальном хлебу они никакого только не делают, в принципе. Блин! Куда? Блин! Ну ладно. Попробуем. Удачно? Нет. Да, противники... Блин. Сложнее. Это как мне у всех хп почти снял? Вы чё? Ну маму вашу... Блин, это откуда? А вот. Шесть. Гавнюк. Да, это скотина там сидит, я знаю. Ну чё, на-ка, тебе сюрприз. Блин. Да куда ты не долетаешь? Мне надо долететь, чтобы... Ну-ка, давай. Да, блин. Ганаты кончаются вообще-то. Есть. Не знаю, задел его или нет, но пофигу. Где тут ещё один геомаид? Он где-то тут. Я это знаю. Чё, не? Блин, да. Подпрыгни ещё разочек. Чё-то ни хрена не понял. Что это за маразм вообще был? Так. Для начала... Надо забазить, как тут... Полезть тут секретка, я помню. Только как? Так-так-так-так-так-так. Сказал дурак. Может отсюда сигануть? Блин, ну... Ну что за... Нехаучший человек. Не, я, конечно, понимаю, но это самоубийство. Я сейчас в начале только хренью пострадаю. Ну, дарить его, допустим. Не, это того не стоило особо. Не, это серьёзно того не стоило. Только сам себя потрепал. Причём потрепал, это, мать его ли, мягко сказано. Да, блин. Какого чё с прицелом, махил? И к стриму начался, мать его. Зашибись, чё. Негаликовато ли? То есть, сохранение, конечно, чудно работает у нас. А-а-а, а я вижу тебя, сукин сын. Ну-ка. Есть. Так, одним гадом меньше. Будем по одному истреблять. Делать не хрена, блин. Тихо. Тихонько. Блин, ещё один. Так. С чего бы начать? Даже не знаю. Тут столько всего. Я сюда, я пока не пойду. Сначала я смотрю, с чё на его. Ху. Посмотрим, чё у нас тут. Ну, не качем полезно есть, да? Хлё. Фак ю, мазефак ниг. Мои инглиш сакс. Я буду стендзет. Да, это правда. Чё ты тут и хочу? Там колбаса с ханебом чёрным. Ладно. Студ очень любит колбаску с хлебушком чёрным, очень. Особенно, если с хлебушком чёрным свежим идёт царь цова. О, жаль захотел. Свинуваш погротил. Лежать. Нет, пожалуйста, не стреляйте. Не стрелять. Ну, ладно. Со спины, если зайдёшь, убью. Я слежу за тобой. Студ всегда следит за тобой, запомни это. А нахрен тут баллон? Живой. Так. Идиот. Он вообще на чё надеётся? Ступка кнопок, я даже не знаю. Чё бы нажать? Ну, там вот ещё один засанец был. Вот он. Был, да спорил. Так, с... Ничего. Так, у меня две открытые двери. В какую из них идти? Тут... Не очень благоприятная обстановка, я туда не хочу. Пойду сюда. Тут более благоприятная, но... Чё-то мне этот место... Коридочек знаком, вот этот, с лестницей. Поторопись документа. Почти готова. Минутка. У нас нет минут. Она должна была отправиться час назад. Хорошо, хорошо. А к чему такая спешка? Она направляется к комплексу насилия. Это что-то важное, насколько я знаю. Да вы чё? Всем лежать, как говорится, по стойке смирно. Будешь ли это, это хорошо. Так, так, ну-ка, чё-то вот у нас накалякали. Кому надо, читайте. Кому не надо, не читайте. Но потом не жалуйтесь, что полностью сюжет не поняли. А-а-а. Вот где эта скотина сидела. Кэмпил хренов. В военных времен, он, мать его. О, кэмпил, кэмпил. Ду-ду-ду-ду. О, кэмпил, кэмпил. Она кэмпил. Чё-то ещё один. Хэдшот по яичкам. Хэдшот по пипиське. Грубо это звучит и пошло, ну ладно. А-а-а, я вижу тебя. А ты не видишь явно. Слепой. Ты издеваешься? Они издеваются. Покажись. А, значит не совсем тупой, да? Зашёл с другой стороны. Так-с-с. Тихонько. А, смотри, тут никого нету. Никого. Собственно... Чё? Тут у нас запута, да? Значит, туда нам нельзя. То у нас тут. Готово. Грифт отремонтирован. Можно включать энергию. Спасибо. Хотя, нафига я механика, блин, убил? Ну ладно. Хэдшот, может он с легионом был или ещё с чем-то? Их я знаю, блин. Оставишь, а он со спины зайдёт к тебе, сволочь. Блин. Лежать. И, пожалуйста, не вставай, а? Будь человеком в пути жизни. О, колбаска. Как мне её не хватало. Чёрт свой же. Сажал батона хлеба с батоном колбасы, блин. В одну хайп. Я башку вечу, это не пащу. Скотина. Так, вроде тут чё-то нажать надо, что ли. Красная кнопка. Люблю красные кнопки нажимать, чё скажешь. Очень люблю. Как туда? Может, блин, нам помешает. А-а-а. И как? Кнопки нигде нету. Не, может, я долечу? Хотя, я, честно, не уверен, что я долечу. А, нет. Оказалось, пуще, чем думал. Чёрт. Какой-то милый Сейдж 2П. Секретное место. Секрет Парис. Криво, чё. Так, отлично. Ну, тут делать, в принципе, больше нечего. Пошли спускаться, давай лима отсюда. Если, я думаю, то, что нас ждёт реально на следующем уровне. Нас ждёт, то следующий уровень будет весьма клёвый. И весьма страшный, одновременно. В чём-то даже страшнее катакомб. Я не вылупачу. Это истинная правда. Да, выход. Отлично. Майор, почему мы ещё не готовы к отправке? Мои извинения, оберфюрер. Но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем мы и предполагали. У меня нет времени на эту чепуху. У меня важное задание. Этот корабль через час отправляется к Икс-лабораториям... Та-да-да-да-да-да-да... Я вpta. Абсолютно. Я вау. Нет, это все-таки не тот уровень. Да, это не тот уровень, потому что я думал, ну ладно, поспорю ее, небольшой спорил. Я думаю, мы сейчас окажемся в секретных лабораториях. Да. Где ведутся разработки немецов секретной. Значит, это будет следующая миссия какая-то. Всякое лучше, потому что этим облатоем, как и катакомбам, лучше посвятить на отдельную часть. Потому что на этом уровне с облатоем будет еще один босс. Так что да, блин, заговариваюсь, мать его. Как о комбе, как о комбе. Все, у меня сейчас истерика будет. А может и... Хотя нет, не вау. Одна хрена тень этих секретных разработок. Встретится, кстати, и тут вроде бы, да. Просто на лабораториях будет больше гемоэ. Так, скажем, один противник с этих лабораторий встретится тут. Но это вроде в конце уровня этого будет. Чего-то поспыли, я его все, что можно. Так, ладно, давайте пока... ...с грушачком... ...стараемся не палиться, что ли. А, тут баллоны, да. Еще нет. Да не может быть. Во! Вот как это делается. Так, запомни, то что у нас тут три аптеки, два шлема, то есть 50% бани и... ...45% здоровья. Весьма неплохо, то есть. Если что, повосстановить половину можно будет сразу. Блин, спарился. Ну ладно. Запил-то. Блин. Скотинок, куда пошел прятаться? Че, че у меня с точностью сегодня? То стреляю как в саимбота, то косой. Хотя я и так косой. В пане стрельбы. Да ляжь ты уже! Никаких кнопочек, обидно. А я хотел кнопочки понажимать. Печаль. Даже кнопочку не дали, блин, нажать. Ах ты ж, скотина, Слюгиевым. Запутан. Да, Слюгиевым на меня, конечно, гениальная идея. Гениальнее не придумаешь. Хитрая немецкая жопа, а. Ну ладно, я сейчас там тут кнопочки-то понажимаю. И за этот говнюк... А, вот он, все, готов. Так, сюда, что ли? Блин. О! Пошел в жопу. Так. Так. Еще аптеки. Это назад, вот, да? Точно. Назад я пока не пойду. Хотя... Нет. Возьму, наверное, Одну аптечку. Только одну. Экономия прежде всего, мать его. Да, экономия прежде всего. И сам он зая. А этому почему пофигу второму было. Стояв себе, патрулил его, дальше патрулил его. Вот теперь запомните вот это шлепание, вот этот звук. Шлепание каких-то ладош, ног, не пойми чего. На всю жизнь. Вы даже себе не представляете, как в начале двухтысячных, когда я первый раз походил в эту группу, после вот этого момента, я болелся шлепания вот этих звуков. Каждый раз, когда я слышал в игре эти звуки, блин, у меня мурашки по коже шли. Это то же самое, что в Думе Таи, я не знаю. Услышать Айов Пинк, или... Топот, не знаю, Рыцаря Ада, блин, к примеру. Собственно, да, вот он, так скажем, первый образец опытов немцев над людьми, и вместе... Короче, смешку с кибернетическими всякими там импантантами, всякой хилотенью, сделали вот это. Плюс, конечно, немножко колдовства, или что-нибудь там делали, хрен по миру, блин. То есть, да, изначально у нас игрушка вроде как идёт шутер по Вторую Мировую, потом эска, что-то по Вторую Мировую превращается в катакомбах какую-то мистику, ужастик, потом эска опять Вторая Мировая с элементами стелса. А сейчас... фантастика. Мистяк, да? Я обожаю эту игру. Просто обожаю. Да. О-о-о, this is bad, this is... very fucking bad. Слышите звук? Он там не один. То есть, да, эта хрень бьёт током, потом поближе рассмотрим. Сейчас не до этого. О, а вот это... это хорошо, это да. Да, пулемёт. Только в отличие от стандартных пулемётов, этот перегревается. Это нас не спасёт. Если чё. Так, ладно, не будем тянуть. Упс. Там кто-то стрелял. Ладно. То есть, да, давайте осмотрим этого косавчика, этого няшку. Вот его фейс. Фейс весьма остаённый, надо сказать. Тут кибернетические имплантанты, боня. Нижняя часть ампутирована, тут немецкий знак, да. Вместо нижней части какой-то, не знаю, блок питания, хрень, которая питает его электрически, там все его кибернетические части. Плюс эта хрена тень позволяет ему нас долбить током, весьма на приличном остаёне, надо сказать. Плюс к тому же руки у него весьма такие, ну, не знаю, хирургическим способом явно. Да, хирургическим способом явно видоизменены, что прощает эти руки в ноги и позволяет ему на них ходить. Руки есть в машине, то есть ему половину своего тела не трудно будет перетащить. Плюс, как вы видели, он прыгает ещё. То есть, весьма противная тварюга. По возможности, лучше его... Давайте-ка лучше за аптекой у него сначала. По возможности, лучше эту скотину убивать сразу на дистанции. Что? Блядь. О, блядок. По возможности, да, эту скотину лучше сразу убивать на дистанции. Желательно, если есть возможность, закидывать, там, не знаю, гранатами и динамитом. Чем всем, чем только можно, короче. Либо с вот этой винтовочки, хорошо, тоже. Если уж случилось так, что такое, кстати, и будет весьма часто у нас, наовне с работой, что эта херня к вам подходит весьма близко. Короче, как его. Да, весьма близко, что часто будет. То лучше, конечно же, тут вариантов нету. Это пулемёт. Хоть он и перегревается, но... Со мной твоё, гавы, по-любому успеете сплавиться. Так, где этот няша? Йо. Вау, юсанова бич. А, ну, у меня есть идея. Умный. А то шоу, да. Так, я тебя слышу. БЛЁН! Ё-ху, идиот. Скотина. То есть, блин, весьма умная, тварюга. Ракеты, я не знаю, может, лучше оставить на лаборатории, правда, я не знаю. Я не помню, соберут ли их у нас или нет. Вы посмотрите, какой засранец мелкий. Уходят. Искусственный интеллект у него получше, чем у военных. Знаете чё, пошли просто разберемся. Как Вэнт, он даже подойти не успеет. Ну, успел всё-таки, сволочь. Обидно. Ублюдок. Не платишь тебя, я его пускать не буду. Пошёл нахер. А этот умный засел тут. Правильно. Чё идти, когда тут такая хилатинь бегает? Умно. Ё-ху. Ты куда пошёл? Боже, я... Нет, не выпустил. Ё-ху. Я уж испугался. Так. Муст опущен. Ладно. Старым путём. Блин. Отлично. Пошли, наконец-то. Достаточно прикинуть только, какие ещё опыты тут поводить. И поверьте мне, их поводили не один. Вы ещё увидите сами. Самое интересное ещё только впереди. Идиоты. Идиоты. Искусственный интеллект, конечно, да. Не самый лучший уже. Да и в игрушках и софта физика с интеллектом в принципе особой тактикой никогда и не отличалась, потому что такое, чтоб... Положится стандартный, скажем так, искусственный интеллект. Для каждого времени не слишком умный, не слишком трупой, скажем так. Но этого времени это вполне нормальный и был. Это сейчас немножко туповатый. Так, ладно. Блин, вообще не звали. Не, я туда не пойду, вы чего. Я уж тут пошастаю. Хотя один хрен меня же нырять хоть бы, да? Тем более, тут что-то вкусненькое есть. Блин! Ой, идиот. Вкусненькое, мать его. Сигану на водостях, думаю, что тут вода. Окей. Сигану сюда. Вот она хрена. А-а-а. Блин, сейчас задохнусь. Так, тихо. На овне с работами, кстати, будет момент, где прицеповать много. Почему весьма прикольно сделанный. Так-с. Йо. Где я вышел-то? Ну, мне туда не надо. Мне надо. Да и не сюда. Мне надо. Ну? Да опять не сюда, что ли? Не знаю, кауч. Куда мне надо уже, куда не надо. Я в смятении. Давай, пускайся твою же. Ну. Отлично. Под водой, кстати, уже не работает, если что. Кто-то не понял. Блин. Давай, быстрее пока воздух. Так, теперь хочу кучу проверить. Есть. Может, я попаду? Туда, куда хочу? Куда попал? Ништяк. Все, можно оттуда валить нахел. Так, знаете что? А давайте-ка, наверное... Да. Особо не будем церемониться. А пойдем просто... Как мы любим... Мать его. Наполом. Да, я люблю наполом. Опас, труден стайл. Тихо. Отомстите кого? Пуля непобиваемая, мать его. Он с пулемета, что ли? Чтобы попасть не мог с такой дистанции. Так, туда бы попасть мне не надо, кстати. Ну-ка. А если... Не, это, конечно, тупо, но... Попугать можно. Да не-е-е. Это в принципиально, но я так и не смогу. Скилла у меня не хватит так сигануть. Ладно. От грифта, нахрен. А то я знаю, как это бывает. Бочка стоит, думаешь подавать-ка, а вот в итоге сам подаваешься. Всю жизнь так. Пока не у меня. Так, это я хорошо зашел? Теперь пора покупаться? Или что? А, тут же дверь, ела. А я ее не заметил. Слепой. Фига, правда, я тут дверь снес там. Я так что-то и не понял. Так, ладно. Сюда нам не надо. Просто так чувака убили. Чтоб не шастал. Где не надо. А ему там не надо. Воу. Ой, это мне и надо. Зашибись. Удачно зашел. Не тусового. Как удачно. Так, а нахрена сюда? Я не обязан отчитываться перед вами. Они направляются в Норвегию. Координаты 67 градусов на север, 16 градусов на восток. Тот, он никогда не спустился с тутом, когда у него встал. Что ж, Чек, агент Владскович не перестает удивлять нас. Да, сэр. Конечно, я знал, что он способный, но я не предполагал, что он обладает такими способностями вести допросы. От опрашиваемого офицера мы узнали предположительное местонахождение так называемой Х-лаборатории головы смерти в оккупированной Норвегии. А что мы узнали от ученого дезертира? К несчастью, не так много, как я надеялся. Ему сильно досталось при бегстве. Он до сих пор полностью не восстановился. Он продолжает твердить о проекте «Уперсолдат». Суперсолдат. Да. Насколько я смог понять, это странное переплетение робототехники и биоинженерии. С какой целью? По-видимому, для создания совершенной машины смерти. Бог мой. По словам ученого, этот проект — это детище головы смерти. Он давно ведет эти разработки. Подобные проекты предпринимаются с 37-го года. По-видимому, этим объясняются найденные проекты протосолдата и эти ужасные монстры. Но это все же не объясняет наличие окутных вещей. Да, конечно. Есть только одно место, где мы можем найти ответ на этот вопрос. Да, и поэтому, пока мы разговариваем, агент Блацкович уже направляется в их лабораторию в Норвегии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ладно, в общем... На этом, да, все, пока. Продолжим в следующий раз. Надо будет привязываться в эти лаборатории, блин. Да, на этом пока все. Всем удачи и... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok